так ну вот мы прибыли великие луки краеведческий музей мемориальный комплекс крепость но идемте ознакомимся приехали в город мы слышим квакает skype трансляцию можно попробовать был музей александра матросов даже автомат даже автомат был лично александр матросов летняя эстрада концерты тут нам дают по празднику местный коллектив а вот аллея на крепость крепость сохранилась петра первого так а там что дальше а это кто-то стоит этот памятник матросову как раз тогда крепости пойдем нет а потом на крепость ну дорогие друзья мы видим что для путешествий глобальной волны по планете по стране есть все условия практически каждом городке есть эстрады готовы к приему лекторов лекторов повествующих о глобальной волне который идет по земле чтобы мы могли летать и перестали друг друга убивать хорошо да сейчас мы пройдем сколько здесь посадочных мест достаточное количество и города был так так много народу где понравилось ты не попал не захотел старт здесь старт дорогие друзья до школа олимпийского резерва у нас же чемпионы мира по велоспорту с параллельного класса но мы видели как профессионально велосипедисты сзади женщина вой она же водитель она же тренер и соревнования по этой дороге вот как с нашего города выиграла мир для номера все тут пошли финансы а вот выиграть от что-то плави владимир чешно в глобальной волне то выиграть вечный двигатель предъявить до предъявить даже предъявляли филимоненко умер холодный ядерный синтез предъявлял газ закачанной цистерны что за институт сельскохозяйство это матросову память да а где он совершил подверг что за институт сельскохозяйство это матросов а 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 и там дорога мост где мы проезжали вчера да а а а а а а а а а и а а а и а а а а а а Позвонили, привезли какие-то цветы, нам срочно не нужно. Водные велосипеды. Да, смотри-ка. Вот идея глобальной волны, дорогие друзья. Снимать на камеру уже все освоили. А вот идти и общаться, и чтобы можно было с любой точкой планеты пообщаться. Показать виды, приблизить, услышать мнение человека. И чтобы человек сразу услышал обратную связь. Вот это круто. Это будет круто, да. Ты можешь любому. Смотри, что ты видишь. Что-что? Ну так, ты бы говорил, захотелось мне что-то показать сестре. А так трансляцию открыл, показал. Да, удобно очень, конечно. Для обмена данными. Это у нас горнолыжный курорт наш. Горнолыжный курорт? Ну, как вот. С горнолыжный курорт. Ну, как вот. С горнолыжный курорт. Краеведы нам будут рассказывать, что это люди наносили фуражками. Сказками. Сказками. Шлемами. Но поскольку мы уже зрители подкованные, мы побывали в гостях у Кушалева Александра Юрьевича. А постоянно зрители знают, что это руководитель лаборатории «Наномир», который совершенно не верил в инопланетян. Но когда стал изучать внутреннюю структуру эфира, то увидел там звезды Давида, кресты. И что-то мне это показалось похожим на что-то. И потом стал изучать артефакты на планете Земля. Ну, идемте. В общем, не Петр Первый создавал, а Петр Первый, возможно, пришел, увидел этот земляной вал. Да-да, бывшая крепость. И говорит, о-о-о! Да, нужно приспособить к обронению. Как и Питер. Слышали версию Кунгурова, которая говорит о том, что Питер был раскопан, дорогие друзья. Раскопан, не построен, а раскопан. Потому что те здания, которые построены в Питере, не может современной цивилизации повторить. Не может. И вот с крепостью стартуют эти шары. Откуда? Оттуда сверху? Снутри, да. Ага, воздушные шары. Да, объем земляный трап вот положено. А как строить? Спроводились ли вот раскопы? Строились ли стойки, стены, а потом насыпались, спутовались между ними? Деревянная опалубка? Не знаю. Да. А копали хоть? Внутри есть каменная или деревянная опалубка? Так, посмотрим. Нет, деревянный нет. Спортичные входы есть. Спроходы. Явненько. Явненько. Вот, погибает излучина. Излучина. Все покушаю. что такие артефакты находятся на излучинах. На излучинах, по всей планете. Либо цивилизация, обладающая, высокоразменная цивилизация древности, обладающая средствами строительства, немного выше, более технологичного, допустим, чем нынешняя цивилизация. Я отвечаю, что могла построить такие сооружения. Если мы наблюдаем на Луне объекты, двигающиеся размером с десятки километров, то переработать грунт вот с такими масштабами, это для них ерунда. Но если вода трансформируется в недрах земли и несет с собой редкие рассеянные элементы, то тогда все бьется. Понятно, для чего в излучинах рек были вот эти переработки. Прибалтийские, литовцы, латыши. Смотри, что мы видим. Мы видим огромный насыпной холм, который внутри провалился. Вот футбольное поле находится как раз посередине конуса насыпного. Это квадрат. Ну хорошо, квадрат. Там была церковь. Где крест стоит, там была церковь, да? И вот сейчас заросли по бокам бетонные кольца. Не советских. Так, давайте пройдем сейчас посмотрим. И вот в кусты прут. Вода. Почему она туда не утекает? Почему не ускоряется? Где хруст? А, вот там. Вот, да, первые кусты. То есть мы видим, как внутри холма находится внутреннее углубление. То есть думать о том, что сделали насыпные... Да, вообще там высота. Смотрите. Пара миллионов тонн породы, да. Ну, в Дмитрии, вот Кушарев везде это обмерял. Везде одна и та же картина. Понимаешь, везде одна и та же картина. Мы же засыпали всегда, тоже засыпали. Ну вот я говорю, чтобы это... 100 миллионов тонн, да. Так, кольца идем смотреть сначала. Так, кольца идем смотреть. Так, вот в 80-х годах, ну, с маленькими полками, еще птичка, кладка была видна. Все более... То есть вокруг, вот там, где... Клес, вот вокруг там была... Да, там видно было, так, где три. Стояли. Ну вот такие версии вокруг. Стоял тут какой-то генератор. Рабатывали. Это охлаждение. Тут сидели. Сейчас, еще раз. Какая версия, расскажи. Ну, что что-то из генератора стояло. Что здесь был древний какой-то реактор-генератор. Как охлаждение. Уровень воды, какой в пруду и какой в голову. Обваловка. Смотри, какая обваловка, какая крупная. То есть все, действительно, там вдалеке, это тоже все вал. Тут была церковь, да? Ну, она уже подзасыпалась. Навозили наверх песка. Вот и тонненький. То есть тут стояла церковь? Да. На этом месте. На этом месте. Четыре песеных кольца. Для чего? Почему? Армирование только вот. Ну, это уже сделана реставрация. Они не были. Это кирпичные? Кирпичные, да. Это уже реставраторы. Просто залили бетона, чтобы сохранить. То есть были кирпичом обложены четыре кольца, да? Да. Вот. Раз, два, три, четыре. Волочь, у вас есть версия? Может, колокольня была, если собор? А кольца для чего? Кольца это реставраторы, наверное, клали. Нет, это внутри. А вот это вот кирпичная кладка. Ну, вот колокольни круглые бывают. А четыре колокольни? Нет, четыре колокольни это, да. А глубина у них какая была? Это сейчас засыпано. А ты знаешь, какая глубина? Ну, было ростом три-четыре моих. То есть вниз они туда уходят, да? Да, просто яма была. Так, давайте посмотрим, что за кирпичные. Что за кирпичные? Да, размер кирпича не соответствует. Так, так, так. На зуб, на зуб. Масс-спектральный анализ сразу. В очках срабатывает детектор. Свой кирпичный завод. Тут глины в окрестностях очень много. Так, передвижная лаборатория в лице Владимира Шляпникова приступает к масс-спектральному анализу. На зуб, на зуб. Да, кирпич старый. То есть современный кирпич, они такие вот вставки делают, чтобы для облегчения, то есть... Нет, ну кирпичи разные бывают. Но размер уже такой. Шире, больше он такой. И они... Разных размеров. Вот в чём дело. Этот длиннее, этот короче. Шире, уже. Да. Они... Я всё говорю, что уходило. Ну, как бы... Скорее всего, а где ставились монастыри? На местах силы? То есть на местах уже древних капищ, сооружений или вообще вот непонятно, что это считается. То есть, если мы говорим об... Пошли. ...визическом периоде, доп. христианском, то этот плой находится метров... Не знаю, мет... Метров пять нужно в земле. То есть... Да, да. Там где-то... Там, там что-то... Возможно, это были колодцы. Возможно, такой глубины это были колодцы. А никто не думает, что это реакторы. А? Какие-нибудь... Реакторы? А! Осадный колодец. Осадный колодец. Это такой... Там где запасалась вода на всю крепость. Да. Да. А может быть... Ну, так вот трубки. Ну, да, да, да. Да, действительно. Зачем осадный колодец делать? Так, мы вот вокруг видим обволовка. То есть мы находимся внутри... Ой, как это называется-то? Внутри конуса. Центр конуса просел. И мы на... Кстати, вон они выемки, точно такие же, как в Дмитрове. Разрывы. А пруд тут сколько был? То есть он давно как бы тут... Как крепость, так как мы уже подстроили. Ну, а там уже реставрационная работа. Такой, знаете... О, говори. Там вот интересная конфигурация. Это стоит все равно. И не скажешь, что тут пруд-то. Ну, вот остатки-то дороги. Да. Брусчатка. Обратите внимание, какая примитивная брусчатка. Примитивнейшая. Ну, проглядывает тут пруд. Ага. Стоп. Внимание. Может, тоже какая сделана там. Всполнение должно быть. Да. Какая. Метров на двадцать. Интересно взять вот пробу воды и отдать нам аспектральный анализ. Вот версия Кушлева, почему, как бы, версия Кушлева имеет право на существование. Потому что он брал пробу воды, и в пробах воды, в местах геологических разломов, и в местах, вот где рвы, еще что-то, повышенное в несколько тысяч раз повышенное содержание редких рассеянных элементов. Понимаешь, это же факт. Да. Это факт, стопроцентный, как бы, сложно это сделать. Куда это? Это оспаривать. Но, официальная наука закрывает глаза и делает вид, что как будто бы, вот так и было. Так, Т-34 утонул в пруду, да? А какая глубина пруда? Скреппажем. Верили не достали. Глубоко, очень глубоко. Да. Не достали. Мы здесь ловили карасей. Ив, воды мало. А ив, да, это. Калы пихали, пиздец. А там не достали. Не достали, да. Десять. Ну а что мы, эти там, три-четыре, пять свяжемся, метров десять, в открылых. Не достать, не достать. Нет. Нет. Может, вообще, вот, было там, какой-то там... Если... Вязь загибочного шелкового рукотвора, то, может, там вообще, вот куда-то... Вот я и думаю, что здесь какое-то от течения реки пополняется. Постоянное давление. Идёт? Типа гидропарада. Но давление не может дать два... Да, качалось, качалось, там стоит. Ага. Самое простое, это самое приспособление гидропарада. Вот, это отреставрировали свод, а следующий ещё нет. Может, там много подземных сооружений, которые, как бы... Слушай, ну понятно, что Пётр Первый сюда пришёл, увидел эти уже существующие холмы. Да, 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 увидел холмы и огородил забором даже. Да, да. Грубо говоря, да, допустим, да. Вот подземные все закапаны только с перехода. Уже валили. Вот этот тоже обрушился, его установили. Ага, ну да. Так оно и есть. Ну вот кусочек, наверное, специально оставили, да? Чтоб видно было. Слушай, а как вообще танк угодил в кровь? Ну, он азель ворвался через все. А, он... Не знали, что это произошло, да? Поехали, да. Да, слушай, высота какая. Высота-то какая. Сколько тут земляных работ-то? Слушай, ну может быть эти кольца уже делали при Петре? Вот это может быть, да Потому что и церковь строили при Петре, никак не инопланетяне Так, а вот он Вопрос не о, скажем так, не о маленьких насыпи, обронительных насыпи, которые вокруг идут, а вот вопрос о вот именно самом Халмедов и что под ним находится Отвал породы, здесь просто переработанная порода лежит Так, кто герой, кто дальше пройдет? Вообще, в Петровский времен я колупал, то есть, брал пробы, например, из лескового расхода именно от Петровского времени, он через 200-300 лет пальцами уже крошит Кирпичная кладка, мы видим, что уже отделился слой И рано или поздно произойдет обрушение Обращаем внимание губернатора Псковской области о необходимости запланировать реставрационные работы Вот мы видим, что это высоченный холм, то есть мы находимся, эти ворота выходят и здесь высокий холм, то есть деревья находятся ниже и русла реки, пруда находятся еще ниже Вот видите, разваливается Возможно, в следующий раз мы приедем, тут уже частично чего-то не будет Ну что ж, это обращение ко всем зрителям глобальной волны Ну если хотите быть дураками и верить в мифы о том, что это все сюда насыпали люди своими шапками, шлемами, наносили, ну можете оставаться баранами, конечно Но здравомыслящий человек, он задумывается о первых причинах Конечно, версии про инопланетяна, она кажется крышесносящими Но учитывая, что планета Земля несется в огромном космосе, а космос безграничен Мы в этом космосе как-то зародились или нас сюда привезли, то, соответственно, если мы зародились, то и на других планетах могли зародиться А если нас привезли, то тем более, кто же нас сюда привез Барарарарам Барарарам То есть мы видим, что вот вокруг обваловка и внутри насыпной холм с небольшим углублением Если бы кто-то делал бы просто обваловку, посмотрите, какая высота Посмотрите, какая высота Вот тут у нас в панике Это эту видим, там такая же есть А вот здесь с этой стороны Непонятно Что ты говоришь, непонятно Ну вот тут эти вот, к бокам, как дозорные на башне Каждый угол был, округлая такая Это фракталы На хорошо сохранившихся фракталах видно, как вот эти вот Вот то, что ты рисовал, что уголок не прямой уголок А вот с таким вот фракталом, как бы Нет, это как каменная обработка Так то же самое повторяется и на земляных артефактах Ну вот в оборонительном деле Вот равелина ставили на углах, допустим, с пушками То есть вот это вот может быть ничего не связано Откуда они это взяли? Они пришли уже на какой-то сохранившийся земляной вал И увидели, что по углам стоят вот такие типа вышечки Это фортификационное сооружение То есть если предположить, что было уже, допустим, 2 миллиона Или сколько-то, может быть, 10 миллионов тонн Вот, допустим, вот эта куча, на которой мы стоим, грубо говоря Да То они, допустим, только вот создали вот земляную стенку вокруг И вот там по бокам ставили пушки И все такое Чтобы отражать атаки Со всех четырех сторон Ну, конечно, можно сразу отвергать, что именно в итоге понял, что 10 миллионов тонн насыпали То есть во времена Петра Нет, такие Столько масштабных земляных работ тогда были Так это же происходило не только в этом месте Это же в разных областях Да, да Соответственно, это одномоментно, значит... Конечно, использовали И вот потом, после упражнения многих тысяч лет И в Петровские времена, может быть, и во времена Ивана Грозного Тут что-то к этой вот крепость острова какой-то был, допустим Может быть, да и Великую Отечественную войну тут оборону держали, наверное, тоже И подсыпали сколько раз, наверное Да То есть было, допустим, да Да, и во все времена использовали для своих каких-то, допустим И говорили, что это предки до нас Да, и говорили, да, вот допустим Вот во времена... И сейчас говорят, а, Великую Отечественную тут чего Потом, Великую Отечественную До этого говорили, что во времена Петра Потом до Петра было у Ивана Грозного и так далее До царя Гороха, да То есть это типично, что вот со всеми непонятными сооружениями древними, это такая логика работает. Прошедшее поколение, например, все сваливается. Явно увалил зотой. Да, зотой, зотой, все. Как бы город уже ободнился, а в нем, давайте. Да, и тут на головы. Да, и там, на голову. Они его как-то, говорит, подбили, он загорелся, типа поехали кушаться. Какая высота вот холма? 20 с чем-то метров там написано. 20 с чем-то метров, ну вот. Значит, кушали в чугаре, что на излученных рек создавали такие штуки, и искусственно создавали запруды, и через них пропускали, в том числе, вот, кто звонит. Похожая, только площадка, вон, не там у нас, на озере. Не единичный. Алло. Алло. Алло, Мурат. Привет, Каминова. Здорово, мы в Великих Луках сейчас. Алло. Алло, алло. Мы в Великих Луках сейчас. И что вы там делаете? Ну, ролики увидишь, снимаем, в крепости находимся. Хорошо, хорошо. Это я тебе сообщение написал. Ты что, прочитал его? Про 17 число, что собрание альтернативщиков? Да, да, да. Ну, я понял, но у меня другие дела. Володя Шляпникова в Москве, поэтому я другими делами занят. Хорошо, хорошо. А ты последнее сейчас мое сообщение прочитал? Нет, не могу. Ярко светит солнце, я не вижу на экране ничего. А, я АББС сделал. АББС сделал? Да. Так. А самозапитку сделал? Да. Короче, самозапитка из одного аккумулятора. Так, а он заряжается или разряжается? Он нагрузку посключаешь, он и нагрузка горит, короче, и сам заряжается. И нагрузка горит, и сам заряжается. Так, ну схему выкладывай, чтобы люди могли повторить. Хорошо. Хорошо, только знаешь что? Пока ты никому не распространяешься, хорошо? Как не распространяйся? Нет, пока что я тебе сказал. Хорошо, Мурат. Все, давай до связи, у меня телефон еще звонит и съемка идет. Добро, хорошо. Геннадий Евгеньевич. Алло. Алло. Я смотрю, слышишь? Да, Геннадий Евгеньевич. Только что Мурат звонил, говорит, АББС пробует делать. И тут вы звоните. Просто чудеса какие-то. Слушаю вас, Геннадий Евгеньевич. Я смотрю на сообщение. Что? Ну. Да, слушаю. Вы меня хорошо слышите? Плохо слышу, в Великих Луках мы. Может быть, про... Слушаю вас, говорите. Попробую. Значит, 25 июля состоится на разной конференции, только на Северном 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 Северном. Где? Ой, плохо слышно. Алло, 25 числа, а где? Плохо слышно. Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. А при запуске этих установок, они вырабатывают озон. Тем самым, этот слой становится плотнее. Терраформация. И получается, это парниковый эффект на Земле. Сидется раз. Все произрастает. Веды описывают именно этот период. 600 миллионов лет назад, когда вот появилась терраформация планеты. Мидгард. Что сейчас Земля не называет. То есть, есть данные. И поэтому, и поэтому, и вот мы видим. А вот болото уже не попытались осушить. Не получается, да? Ну, вот эту территорию тоже тут подпадут. Значит, раз там пруд есть, значит, его подпитывают какие-то ключи. Или нет, другая версия, что там просто вот есть глубокие выработки, там какие-то бортсооружения подземные, и она просто вот герметичная вода не уходит туда. Она должна испариться тогда. Ну, а та площадь маленькая. Испариться должно. За много сотен лет уже давным-давно все бы испарилось. И болото перестало бы быть болотом. Значит, там поддерживают. А поскольку вода – это трансмутация, тогда все становится понятно, что здесь находится геологический разлом. А реки находятся на местах геологических разломов. Все очень логично. Да, Золотарев нам помог разобраться с облаками. Ну, да, эта информация была от него намного раньше. Я читал, у нас завито. Ну, да, да. Как ты вылезал. Вот здесь, а где можно брать? Панику, ты ничем не нашлась, пойдем в пляжку. Дорога не гуляют, будут фонтаны, не будут играть. Сейчас гуляют. Пляж будет. Мы ей так все сделали? А когда? Она поедет в лагерь? Не пускает? Хорошо, ладно, давай. Еще раз. Фотографирование музея. Хорошо. Вы удивлены? Почему? Ну, на вашем лице удивление. Конечно, удивление. Удивление. Да. Жалко тех десятка миллионов людей, которые положили голову свои. Простите. Вы тут работаете? А сколько вы написали писем, обращений к губернатору или главе, чтобы люди могли... У нас есть услуга, понимаете? Ну ладно, хорошо. У нас есть услуга. Я понял. Люди, миллионы, десятки миллионов людей положили свои головы, чтобы вы, старшее поколение, подрастающему поколению говорили, у нас есть услуга. Я ж не отказываюсь платить, я ж не хулигаю, я ж с вами разговариваю. А я разве... Я подошел к кассе, я подхожу к кассе, познаю услуги. А я вам просто... Спасибо большое. Вы заходите, я просто вам говорю, что у нас фотографии. Я же с ним разговариваю. Ну ладно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Снимайте, да? Снимайте, снимайте. Снимайте. Я вам ничего не сказала. Уважаемый Владимир Владимирович, вот надо сделать таким образом, чтобы фотографировать, снимать можно было бесплатно. Вот те копейки, которые граждане отдают за фотографирование и за съемки, это не пополнит бюджет тех учреждений, которые... Я не с вами, простите, пожалуйста. А я вам говорю... Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Владимир Владимирович, люди на местах обречены. Они поставлены в эти условия, они получают зарплату. Директор до них довел определенные правила поведения, как нужно... Вот у нас есть услуги, все переведены на хозрасчет. А речь идет о патриотизме. Заведение называется имени Александра Матросова. Вот Александр Матросов, прежде чем броситься на амбразуру, должен был сказать... 60 рублей! И я на амбразуру пойду. Ну, бред же, бред. А сейчас для того, чтобы прийти и увековечить в истории памяти Александру Матросову, 60 рублей. Вот до какого цинизма мы докатились. Но вход в бесплатный музей... У нас определенный... Вы не хотите, я вам расскажу, что вас интересует? Все бесплатно, пожалуйста. Прекрасно, спасибо. Я занимаюсь, я центром... Я отъеду сейчас и буду там на стоянке. Да. Молодой человек. Требует... Для этого мы и ездим по стране. Вот. И говорят, что Владимир Владимирович что-то не знает, или граждане не знают. Да. Вот мы включаем, снимаем, говорим, показываем. А сейчас, пожалуйста, все бесплатно. И работаю с молодежью. Может, после этого репортажа сюда приедут и так восстановлюсь? Не, 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 не. Я просто говорю, что... Совесть. Совесть, достоинство. Давайте, что вас интересует, я вам расскажу. Пожалуйста. Мы уже провели экскурсию, конечно. Мы зашли вот в музей, узнать, как оформлен музей. Я хочу сказать, что я руковожу центром патриотических инициатив Александра Матросова. Вот это здание, в котором мы находимся, оно построено в 1971 году, как музей боевой комсомольской славы имени Александра Матросова. И практически здесь до конца 80-х годов и был этот музей. Ну, вот у нас там, значит, вот на той стороне был музей краеведческий. И, к сожалению, для священников здание пришло в негодность. И его сюда перевели. Ну, просто материалы, экспонаты, всё сюда перенесли. И потом, когда это всё произошло у нас... Вот, конечно, мы... Но, знаете, что... Разрушить память, это же... Нельзя это делать, правильно? Вот. Да ради Бога! А я и включу, и покажу, и расскажу. И ничего, ни копейки с вас не возьму ради Бога. Надо было просто... Ну, так у нас, видите... Как говорится, теперь время, чтобы мы должны сами зарабатывать. Да. Многощунственно. Я с вами согласна звучит. Память нельзя. Нельзя... Коммерциализировать. Да. Да, я с вами согласна. И сама я работаю в основном вот так. Сама. В любое время дня и ночи сюда приезжают родственники часто... Погибших, да? Погибших. Я сама занимаюсь увековечением их памяти. Потому что, вы представляете, их более 35 тысяч погибло во время Великолуцкой наступательной операции. Но здесь еще была оборона города. Это июль-август. Как раз сейчас мы этим тоже... Июль-август 41-го года. И наш город, Великие Луки, вошел именно в число трех городов российских, которые были освобождены в первые месяцы Великой Отечественной войны. Вот 34 дня здесь шла оборона. 34 дня шла оборона. И вот у нас очень много... Вот у меня сейчас родственники Михаила Федоровича Русакова. Сама я вот тоже очень много пишу в печати, исследую, собираю материал, работаю с молодежью. Вот как у нас проводятся и встречи с ветеранами. Ну, конечно, с Великой Отечественной войны уже трудно провести встречу. Потому что, вы сами понимаете, как у... Ну, у меня вот сама дочь солдат, у меня папа жив. Он сам освобождал город Великие Луки. И поэтому все идет, как бы говорят, из первых уст. Вот я, мы, значит, сотрудники музея. Вот я с Юлией, у нас такая девушка есть. Мы занимаемся голос ветерана. То есть мы вот за много лет смогли собрать интервью, как бы создать вот... Воспоминания в базу. У нас более сорока интервью. Это, значит, и Великие Луки довоенные. Великие Луки сорок первого года. Значит, малолетние узники из Великих Лук. Блокадники из Великих Лук. Значит, оборона города. Подпольщики, которые у нас были здесь. Подпольные организации. Партизанское движение. Освобождение города. И восстановление. У нас практически сделана, ну, как сказать, вот именно история, военная история города Великие Луки. Вот просто... Пойдемте. Ну, не только вот еще военная история... Значит, 3 минут на 20, Володь. Вот я, например, знаете, что очень много занималась вообще материалом. Самой древней, может быть, не самой древней части. И самой древней, да. А сейчас у нас... Сначала. Вот я как хочу сказать. Сейчас я включу свет. Ребятки. Ты пока вот на лестнице выключи. Вы сядьте, пожалуйста, вот здесь отдохните. Только не волнуйтесь. У нас, видите, как-то не хорошо получилось встреча. Нет, у нас все хорошо, все нормально. Ну, я вот как раз стою, вот поэтому... Ну, сейчас я включу свет, мы будем посмотрим. Опаньки, опаньки, ты смотри. Вы бы сразу представились. Потому что я очень много... Вот сейчас Степанов у нас вот такой известный поэт, тоже очень хорош, и приезжают. И мы вообще всегда, кто просит провести экскурсию бесплатно, ради Бога. Я всегда рада. Потому что, ну, к сожалению, к сожалению, наше время вы знаете какое. И все теперь как это. Да, да, да. Нам вот этот свет надо оплачиваться. Поэтому мы так и работаем. Уж вы извините. Но вся патриотическая работа у нас идет бесплатно. За это никогда. Денег здесь не берется. Вся. Ну, вот давайте. Откуда начнем? С самого начала? Да, давайте, пожалуйста. Ну, вот. Ну, вот. Это Древние Великие Луки. 1166 год. Первое упоминание в новгородской старой летписи. И прииди Ростислав из Киева на Луко и позвал новгородцев на поряд. Именно по Ловоте, где, если мы возьмем повесть временных лет, мы можем прочитать, что здесь проходил путь из варяг-греки. Вот. И по этому пути, в принципе, в Луке на Ловоте прибывали и многие русские князья. И, значит, торговля шла купцы из других зарубежных стран. И вот первое упоминание. Мы сейчас готовимся, значит, в 2016 году к 850-летию со дня первого упоминания. Но поселение здесь было гораздо раньше.